Добрый вечер! В эфире информационная программа «День». Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. В студии Светлана Лач сегодня в выпуске. Ставропольский край удивляет форум в Сочи своими инновационными проектами. Цена контроль. Сегодня мониторинг цен на яблоки. Уникальный проект для пенсионеров азбука интернета заработал в краевой столице. На Ставрополе стартовал третий финальный этап открытой внедорожной квадросерии «Кенам Трофи Раша-2014». Власти бизнес в очередной раз встретились на площадке для деловых переговоров. В Сочи стартовал 13-й экономический форум. В этом году местом проведения съезда стал один из олимпийских объектов. Это главный медиа-центр города-курорта Экспо-Сочи. Традиционно в рамках съезда будут работать десятки площадок, где до конца недели заключат сотни крупных сделок между правительствами стран и регионов и предпринимателями. Ставропольскую делегацию возглавил глава Ставрополья Владимир Владимиров. В этом году край представляет 16 инвестпроектов общей стоимостью более 400 миллиардов рублей. Часть разработок на форуме продиктована обстановкой на политической карте мира. Активно обсуждают на площадках перестройку инфраструктуры страны на импортозамещение. О желаемых результатах развития региона в новых условиях глава Ставрополя рассказал в своем интервью российской газете. Очень важно сегодня, чтобы все меры поддержки, даже небольшие, которые сегодня есть, не делали конкурентоспособной продукцию наших фермеров и нас, как Российской Федерации, революционно, то есть за счет прямого государственного субсидирования себестоимости. А очень важно, чтобы они развивали эти проекты и делали их конкурентоспособными на уровне мировом и на уровне мировых производителей. Также совсем недавно завершилась актуальная для края дискуссия на тему развития курортов Кавминвод. В недалеком будущем власти страны из Ставрополья видят именно там современную здравницу, застроенную медицинскими центрами и профилакториями, которые будут оснащены по последнему слову техники. Клава Ставрополя Владимир Владимиров отметил, что тот факт, что проблемы Кавминвод обсудили на отдельной площадке форума, уже говорит о серьезной поддержке со стороны федеральных властей. А мы продолжаем следить за ценовой политикой в регионе. О том, как изменилась стоимость социально значимых продуктов питания за прошедшую неделю, смотрите в нашей традиционной рубрике «Цена-контроль». Этот фрукт был известен еще в древние времена. Именно он, согласно преданиям, стал причиной, по которой Адама и Еву выгнали из рая. Сегодня мы поговорим о яблоках. Помимо исторической роли взять хотя бы открытие закона всемирного тяготения, они очень полезны для здоровья. Яблоки содержат большое количество витаминов, в частности марганец и калий. Их используют для профилактики простудных заболеваний и лечения тяжелых недугов. Врачи особенно рекомендуют есть наливные в межсезонье. По данным Минсельхоза России, в целом по стране за прошедшую неделю отечественные яблоки подешевели. Килограмм можно купить в среднем за 51 рубль. Рекордсмен Хабаровск. Там килограмм яблок стоит в 100 рублей. В Москве около 70. До 50 рублей они подешевели в Краснодаре. В северной столице же яблоки наоборот подорожали. До 58 рублей. На Ставрополье за прошедшую неделю яблоки подорожали. Цена килограмма по краю и в Ставрополе в среднем 60 рублей. В Буденновске почти 70, а в Пятигорске немного снизилось. Накануне краевой штаб по мониторингу цен провел очередное заседание. В частности, участники обсудили подорожание яблок. Как прозвучало волноваться Ставропольцам не о чем. Что касается яблок, мы сравним к уровню декабря 2013 года. Естественно, декабрь – это, скажем так, пик конца уборки плодовой продукции. Естественно, там уже идет массовая закупка, в том числе, где кондиционная, где некондиционная. Соответственно, и цена ниже. Сейчас это обычная цена летнего яблока. Поэтому тут, как бы, такого тоже не видим ничего неординарного. Дефицита яблок в крае пока также не прогнозируют. Земельные вопросы обсудили сегодня в Кисловодске. О том, как на Ставрополе будет регулироваться оборот земель сельскохозяйственного назначения, говорили участники за круглым столом. Вопрос этот для региона важный и во многом болезненный. Путаница с землей, когда четко не обозначены границы конкретных участков, а на некоторых территориях невозможно установить собственника, чревато появлением спорных и конфликтных ситуаций. Могут пострадать и интересы селян, которые сдают паи в аренду. В числе первых поручений главы края Владимира Владимирова после назначения как раз и было навести порядок с землей, в первую очередь в восточных районах. После этого в Министерстве имущественных отношений региона разработали четкую программу действий. Ее реализацию обсудили участники сегодняшнего совещания. Очень большой процент, более миллиона гектаров, это земельные участки государственной собственности, на которые не разграничены, на которые распоряжаются органы местного самоуправления, в том числе и субъект Старопольского края. Много земель в публичной собственности. Да, есть земельные участки, по которым отсутствует информация как в Росреестре, так и налогово. Они не облагаются налогом, по ним не уплачивается арендная плата, в том числе и тот план мероприятий, который мы предложили, направленный на урегулирование этой проблемы. С нового года специалисты по имуществу начнут работать в новых условиях. Существенные изменения вносятся в земельный кодекс страны. Другим будет механизм контроля за правилами игры в этой сфере со стороны местных чиновников. Как подойти к реформе в полной готовности – еще один вопрос, проработанный за круглым столом. В Ставрополе 16 человек взяли в руку азбуку – азбуку интернета. Именно так называется уникальный проект, созданный для людей преклонного возраста и нацеленный на борьбу с компьютерной безграмотностью. Юлия Баженова убедилась, пенсионеры теперь без труда смогут ответить, что такое браузер и как пользоваться скайпом. Вы берете папочку и передаваете сюда. Профессиональные педагоги объясняют, казалось бы, элементарные вещи. Как создать папку на рабочем столе, как ее переместить и где находится интер. Но для людей преклонного возраста все это звучит в новинку. Галина Корниенко поняла, что хочет быть с компьютером на «ты» после того, как подрастающие внучки стали употреблять непонятные ей слова. Ну что, две внучки в Москве учатся, теперь я вообще их не увижу. По скайпу буду разговаривать, фотографии буду смотреть, мальчу есть. Азбука интернета – это совместный проект Ростелекома и Пенсионного фонда России. Пособие предназначено для обучения замработы на компьютере, а главное – в интернете. Пока оно только проходит тестирование, но уже сейчас можно смело говорить о его результативности. Каждый урок – это открытие для пенсионеров. Все новое, я вообще не беспонятен в компьютере. И то, что я узнала, считаю, что это для начала очень полезно. Хороший класс, пригодятся нам нужно. Есть и электронный аналог этого пособия. Его можно свободно скачать на портале проекта www.azbukainternet.ru Самое главное, что проект является благотворительным. Бороться с компьютерной безграмотностью пенсионеры будут совершенно бесплатно. Люди, которые будут его смотреть, учиться по нему, узнают о том, как работать с аудиофайлами, с другими медиафайлами, научатся пользоваться интернетом в тех направлениях, которые, наверное, особенно будут нужны. Может быть, это будут госуслуги, портал госуслуг, когда определенными важными для, особенно этой категории, граждан людьми можно будет пользоваться, не выходя из дома, и получать их, не выходя из дома, по интернету. Впускниками экспресс-курсов станут порядка 170 человек. Желающих записаться было очень много, и разработчики не исключают повторный набор групп. Юлия Бажанова, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение. На Ставрополье бдительные жители Невиномыска помогли сотрудникам полиции арестовать угонщиков автомобилей. Двое мужчин, которые стали очевидцами преступления, не только вызвали правоохранителей, но и задержали одного из похитителей. Подробнее об этом расскажет Александр Григоров. Этот инцидент в Невиномыске можно рассматривать как пример настоящего проявления гражданского долга. А предыстория его такова. Двое молодых людей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, похитили автомобиль ВАЗ-2107, но далеко уехать у них не получилось. Благодаря совместным действиям полицейских и местных жителей, преступников задержали. По факту совершенного угона сотрудниками полиции были установлены и задержаны подозреваемые лица. Помощь в задержании подозреваемых сотрудникам полиции оказали жители города Невиномыска. В настоящее время следственным отделом отдела МВД России по городу Невиномыску возбуждено уголовное дело по статье 166 «Угон». Проводится расследование. И если бы угонщиков не задержали, то последствия могли быть очень плачевными. Похитители были настолько пьяны, что во время езды допустили столкновение с несколькими машинами, просто припаркованными во дворе. Очевидцы этих событий, Владимир Красноносенко и Евгений Кольной, не только вызвали полицию, но и смогли задержать одного из преступников. Услышали рев мотора, удар. Когда подбежали к забору, мы видели, как двое убивают. Мы запомнили, как одеты, прыгнули в машину и поехали по микрорайону искать. И пока мы проехали, там, ну, километр где-то, уже полиция была возле места, где ДТП. За свой достойный уважение поступок Владимир и Евгений получили благодарность от полиции Невиномыска. Жаль, что настоящие мужество и отвага всё реже встречаются в наше время. Это мужской поступок, потому что люди не безучастны к жизнедеятельности, к раскрыванию преступлений в нашем городе. Что касается угонщиков, то былая смелость, вызванная горячительными напитками, куда-то пропала. Они даже не помнят всего, что произошло. Не знаю, не справился с управлением, как-то так. Я точно не помню. Сильно пьяный был. А какая цель угона была? Зачем перебрать машину? Покататься. Не знаю. Покататься, скорее всего. Ну а в ходе разбирательства установлена причастность данных лиц к попытке угона ещё одного автомобиля. Александр Григоров, Ставропольское телевидение. Будущие врачи обмениваются опытом и знаниями, а также учатся работать в команде. В лагере «Лесная поляна» в третий раз открылся форум для студентов медицинских и фармацевтических вузов Северокавказского федерального округа. Три дня юноши и девушки будут участвовать в мастер-классах и тренингах. В работе форума примут участие специалисты Министерства здравоохранения края, профессоры, доктора наук, а также представители национальных диаспор региона. Ребят научат, как создавать социальные проекты, как организовывать волонтёрскую деятельность. Ну а в качестве бонуса – уроки сценического искусства. Затем этот обобщенный опыт получит распространение в вузах региона. Мне очень приятно, что среди целей и задач этого форума звучат такие слова, как студенческое самоуправление, интеллектуальный потенциал, межнациональное взаимодействие и всё то, что поставлено в график вашей работы. Ставропольские школьники стали меньше употреблять наркотические и психоактивные вещества. В Краевой столице уже шесть лет работает программа «Сделай свой выбор, выбери жизнь». Сегодня в администрации Ставрополя прошёл круглый стол с участием педагогов, медиков, сотрудников полиции и госнаркоконтроля. Они решали, что нужно ещё сделать, чтобы подростки выбрали здоровую жизнь. Как помочь ребёнку проявить волю и отказаться от первой пробы наркотика. Вооружить его знаниями с помощью тренингов, фильмов, экскурсий и бесед. Участники круглого стола убеждены, действовать необходимо по трём направлениям. Обучать молодых педагогов психологической диагностики, работать с самими школьниками и их родителями. И дать понять ребёнку, что любая проблема – это лишь математическая задача. Когда он становится подростком, у него возникает достаточно много соблазнов. И наша с вами задача – поддержать его в том ритме, в том настроении, которое у него есть, связанное с его будущим, с его здоровьем, с его ожиданиями успешной и плодотворной жизни. Результаты анкетирования по окончанию реализации программы во многих общеобразовательных учреждениях показывают, что 96% учащихся выбирают здоровый образ жизни. И оставшиеся 4% заставляют нас задуматься о том, как не потерять нас с вами эти дети. Участники «Круглого стола» высказались за включение в программу не только старшеклассников, но и школьников более молодого возраста, а также за расширение диагностических инструментов для педагогов, а главное – за продолжение целевой антинаркотической работы, в том числе и с привлечением средств массовой информации. На Ставрополье стартовал третий финальный этап открытой внедорожной квадросерии «Кэнам Трофи Раша-2014». Захватывающих гонок еще не было, сегодняшний день только подготовительный. Но наш корреспондент Анна Кривецкая уже познакомилась со спортсменами, их настроем и географией соревнований. Первый день соревнований пока что без квадроэкшена. Знакомство, регистрация, техническая проверка. Кстати, город Ставрополь на этой квадросерии представляют Дмитрий Куциконь и Николай Марков. У них также, как у всех спортсменов, проверили документы, справки о прохождении медкомиссии, выдали приборы для навигации по местности и, конечно, личный номер. Наши ребята отметили, что несмотря на серьезную конкуренцию, они настроены на победу. Это самое, наверное, серьезное соревнование, которое проходит в России и по организации, и по качеству подготовки, и по уровню трассы, и по уровню самой гонки. Очень престижная гонка, я думаю, что очень престижные участки. На третий финальный этап квадросерии приехали более сотни гонщиков со всей страны. Екатеринбург, Владимир, Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и многие другие. Соревнования, отмечает региональный организатор Эдуард Белкин, проходят по международному регламенту 500 километров гонки. Пять спецучастков спортсмены должны пройти за два дня. И не просто так, а в онлайн-режиме. Каждому выдается дорожная карта и навигационный датчик. Через спутник отслеживается местонахождение участника во время гонки. Организаторы к этой квадросерии подошли серьезно, так же, как и к выбору главных призов. Главный приз квадросерии в категории ССВ – это «Маверик». Спортивный автомобиль ССВ примерно такой, только, понятно, это будет новый, 2014 года. И в серии квадроциклов – это «Ренегат-1000». Также в пятничный день соревнований досконально проверяют и сами квадроциклы. Гонка гонкой, а безопасность спортсменов превыше всего. Это, во-первых, чтобы глушитель не был направлен вниз, чтобы не поджигал сухую траву. Это, чтобы подвески были штатные, чтобы обязательно был огнетушитель, потому что это важно. Чтобы канистра была положенного образца, не безопасная. Потом проверяем экипировку обязательно. Погода внесла свои коррективы, отмечает Георгий из северной столицы страны. Ехал на юг не только погонять, но и немного погреться. А тут сейчас холоднее, чем в Санкт-Петербурге. Сильный ветер и дождь добавляют больше препятствий. На внедорожной квадросерии спортсмен должен быть не только выносливым, говорит Георгий, но и продуманным. Когда я проехал участок и передвигаю карту, здесь находится одометр. Сейчас не работает, надо ехать. Он отчитывает маршрут. Я сравниваю эти показания с этим. Смотрю сюда и не забываю смотреть еще на дорогу. А возможно как-нибудь срезать дорогу, чтобы приехать? Как раз для этого стоит GPS-навигация. Она пишет трек, то есть, соответственно, нас отслеживают. Мы едем по определенному маршруту и нас видно. А уже в субботу, 20 сентября, в 10 часов утра в Кровом центре на площади Ленина для зрителей, болельщиков и, конечно, спортсменов состоится торжественное открытие соревнований. После которого будет дан старт главной гонки осени 2014. О том, как прошло мероприятие, кто стал победителем и забрал приз, мы расскажем на нашем телеканале. Анна Кривецкая, Александр Колодко, Ставропольское телевидение. Это все новости к этому часу. В студии работала Светлана Лач. Всего доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»